Здравствуйте, друзья! С вами Алексей Марков, вы смотрите «Литературную дуэль» на канале «Русский мир». И тема нашего сегодняшнего выпуска – искусство в 21 веке и диджитализация. Мы хотим выяснить, сохраняют ли творение прошлого свою актуальность в эпоху Инстаграм. И в этой дуэли я, секундант, участвует в ней литературовед, публицист, переводчик, профессор кафедры теории и истории искусства Московского педагогического государственного университета Евгений Викторович Жаринов. И по другую сторону нашего стола другой дуэлянт, кандидат к культурологии, доцент РГГУ и основатель культурного центра «Пунктум», старший научный сотрудник Центра визуальных исследований Средневековья и Нового Времени Валерия Косякова. Здравствуйте, друзья! Я как секундант начну и задам вам первый вопрос, а дальше уже будет схватка такая, какая получится. Диджитал искусство в современном мире не просто тесно связано, они дополняют и развивают друг друга, мы это видим, и это доказывает, что искусство не может существовать вне времени и технологий. При этом есть пример актуального на все времена, и это классика. И как бы ни менялись фоны и декорации в виде политических режимов, появление новых технологий, гаджетов, классика остается на месте, потому что в ней есть то, что продолжает нас волновать. Это общечеловеческие ценности, которые всегда будут интересны. И получается, что классика вроде как вечна, и никакие диджиталы ей не страшны и не нужны. Или нет? Вот давайте с этим разбираться. И первый вопрос к вам. Диджитализация искусства вы за или против? Какие плюсы и минусы вы в этом видите? Соответственно, я буду сегодня за оцифровывание и за диджитализацию, дигитализацию искусства, потому что мне кажется, современные технологии, во-первых, открывают наиболее широкий, такой демократический взгляд на искусство. Искусство становится доступным каждому. Оно теряет свою вот эту сакрализацию, оно теряет свое присутствие вот в этих монополиях, монолитных музеях, куда был доступ у элит, у только очень узкого круга людей, потом, да, у горожан. Но сегодня доступ к искусству есть у всех, благодаря тому, что у нас есть диджитализация, у нас есть интернет, мы можем зайти и посмотреть, проанализировать. Поэтому, с моей точки зрения, мы сейчас наблюдаем вот в период цифровизации культуры радикальную ее открытость миру и обществу. Искусство в каждый дом. Вышли из каких-то зданий, в которых оно было заперто, и мы теперь попадаем в каждую квартиру. А нужно ли это, Евгений Викторович, как вы думаете? Ну, как и все, все имеет свою положительную и отрицательную сторону. Вроде бы, да, демократизация, искусство и так далее. Но я задам сразу вопрос. А смотрите, есть такой французский культуролог Шанюн, и он говорит, что в эпоху Мольера, Корнеля и Рассина во Франции в 17 веке было всего 5% населения грамотных. 5. И для этих 5 из них, я думаю, только 2 читали. Писали Корнель, Рассин, Мольер, Паскаль и так далее, и так далее. Да? И получается, что там не было никакого демократизма, а искусство существовало в рамках классики. Вот когда писал Толстой «Война и мир», 70% населения России были безграмотными. Но при этом роман «Война и мир» является кодом русской культуры. И это ни в коей мере не умаляет ее классического состояния. Когда мы говорим о том, что люди могут не приходить в музей, а посмотреть отцифрованную картину, не будем забывать, что в этом есть и положительная, и отрицательная сторона. Доступность, доступность меняет цену. Вот я помню, я жил в эпоху книжного голода. Когда вот в этом замечательном магазине, который справил свои 50 лет, достать реальную классику было невозможно. Просто невозможно. Здесь лежали какие-то партийные книжки, еще какая-то дребедень. Никому совершенно не нужно. Но я прекрасно понимал, что если я у друга куплю тогда безумные деньги за 25 рублей старого Плутарка под редакцией Лурье, это я студент полуголодный, но я скоплю эти деньги и куплю, я не просто на эту книгу молиться буду, я ее прочитаю от корки до корки. И она войдет в мое сознание так, а сейчас вы приходите, Плутарк бери, это бери, макулатуру набрал, все равно читать. Или даже не приходите, а дома скачали и читаете. И не будешь ты читать по цифре, потому что очень доступно, потому что очень рядом. Понимаете, это как голодный человек, извините меня за такое сравнение, где-нибудь в Ленинграде в эпоху блокады и Макдональдс, который полон везде. Вот и все. И вы уже не цените то, что из себя представляет хлеб, то, что из себя представляет еда, а отсутствие цены низводит качество, низводит. Валерия, чем ответите? Я думаю, что мы ценим произведение искусства, потому что мы переживаем, аффективно переживаем его в тот момент, когда мы сталкиваемся с ним, как читатель, как зритель. И тот носитель, который нам дает возможность встречи с произведением искусства, да, он важен, мы можем наслаждаться запахом бумаги, мы можем переживать старину, когда мы там в архивах старинных работаем. Но в основном вот человек, который ездит в метро, ходит по городу, у него нет возможности реально поехать там в какой-нибудь древний архив, там поработать с манускриптом, понюхать его запах и представить себе, что он Умберто Эко, да. Но этот человек может взять имя Розы, прочитать его здесь и сейчас, бесплатно даже в открытом доступе, потому что интернет предполагает и пиратство, за которое я тоже выступаю. За пиратство? Да, я выступаю за пиратство. Давайте обсудим это чуть позже. Вот, и здесь мы видим, что у каждого есть возможность пережить то, что переживал Умберто Эко, воспроизвести это в своем чувственном мире и быть сопричастным этой культуре и этому искусству. Вот это для меня важно. Но одно дело книга, а другое дело картина. Вы же не можете... То есть ребранд все равно ограничен размером монитора, получается. Да, здесь есть, конечно, проблема, что мы не чувствуем физичности этого объекта, когда мы смотрим на него сквозь призму цифры. С другой стороны, мы можем подойти, рассмотреть, приблизить. Сейчас мы можем слой за слоем снимать краску на картине онлайн, смотреть на первый рисунок, понимаете, который сделал художник. Мы его там обнаруживаем. Если вы подойдете в музей к этой картине, будет толпа, вы не сможете прорваться к ней. Но вас в картине просто не допустят. Более того... Будет стоять служитель и скажет, вот на два метра от картины отойдите. Вот. А здесь вы можете сделать с ней совершенно все, что угодно. Но другое. Вы с ней близки. Да, но что такое оригинал? Вот выступая за физические объекты, за истинность, за искусство, мы говорим об оригиналах. Но не нужно забывать, что произведения, что Мона Лизы, что других классических художников, они многократно подвергались реставрации. Это не тот слой, это не тот цвет, это не та краска, которая реально была в тот момент, когда создавалось произведение искусства. Мы уже сейчас видим симулякры. Так почему бы не сделать их общедоступными? О, договорились. Мона Лизы – это симулякры, оказывается. Ну, знаете, как сказал Пикассо, искусство – это большая ложь ради великой правды. Поэтому искусство всегда несет на себе эту концепцию лжи, обмана. Искусство всегда обманывает. Искусство всегда свойственно техно, как сказал Аристотель. А техно – это техника. Так или иначе. Но, когда мы говорим о книге «Мертвый», а книга в цифре «Мертвая», и когда мы говорим о книге «Живой», не надо забывать одну простую вещь. Когда была книжная цивилизация, а мы сейчас переживаем эпоху гибели книжной цивилизации, и с этим ничего не поделаешь. Так вот, когда мы говорим о расцвете книжной цивилизации, не будем забывать, книга всегда была связана с искусством переплета. Это подбор особой кожи, это подбор особой краски, золото. Посмотрите, как переплетены старые палеанты. Плюс ко всему, книга превращалась в капсулу времени. Потому что, когда у вас в доме стояли книги, которым 200, 300 или 400 лет, они создавали вокруг себя соответствующую атмосферу. Ребенок, который бегал по этой библиотеке, уже не мог быть идиотом. Потому что у него, а сейчас, в общем-то, дети близки к идиотии. А сейчас, что это, какая-то ерунда, кнопочки потрыкал, да мне лучше в танчики поиграть, чем это еще. А вот эти книги, они создавали атмосферу. Как учили, например, в Талмуду. Они Тору обмазывали медом. И ребенок по запаху меда и вкусу осваивал Тору сначала тактильно, звуково, а потом это превращалось в целую культуру. Культуру целого народа, для которого книга является единственной родиной. Ничего другого нет, только книга. То есть, получается, диджитализация обесценивает? Абсолютно. Книга умирает. Это надо признать. Книга умирает. Вот смотрите, вот сейчас вы пройдете здесь, и вы увидите, где стоят книги, у которых есть прекрасный переплет, у которых есть книга настоящая. Только как лакшери. Только как для людей особенно обеспеченных. Как сувенир. Они и читать-то ее не будут. Они поставят на полку, и все. Ну да, может и будут. Боюсь, что нет. Неудобно, неудобно. Лучше я скачаю, и, как вы говорите, по пиратским делам прочитаю это быстренько. Понимаете, еще к одной проблеме мы пришли. Ролан Барт прекрасно ее осветил в своей статье 68-го года. Смерть писателя, потому что сейчас писатель-то умер по большому счету. И смерть читателя. И мы живем в эпоху смерти читателя, потому что читатель не читает подтекст. Читатель не читает глубину текста. Читатель улавливает там те установки, которые ему навязали. СМИ. Вот это хорошо. Критика. Вот это... У нас сейчас книжки строятся по принципу скаковой лошади. У кого сколько премий. А за что премии даются? Чины людьми даются. А люди могут обмануться. При этом, Евгений Викторович, читает-то большее количество людей? Это видимость чтения. Это видимость... Потому что, ну, например, вот ты рассказала, в метро. У меня нет времени. В метро хорошие книги. Возьмите Джойсу Улисс, почитайте в метро. Насколько вас хватит там? Даже на одну остановку не хватит. И вы скажете, что за чушь собачья? И так далее. Такие книги читаются не в метро. Да, но сейчас у меня есть выбор. Я могу сделать этот выбор. Я могу... Начать читать в метро и понять, ой, не в метро, почитаю дома. Это видимость выбора. И вы знаете еще что? Я слушаю и так хорошо себе представляю эти прошлые эпохи, которые я так тоже люблю изучать, где была аура у произведения, где был автор, где был этот культ, и даже некоторая кастовость, и жречество вокруг и литературы, и искусства. Я чувствую, что мне, женщине, там нету места в этой прошлой прекрасной эпохе, где ценится это произведение искусства. Нет, подожди, дай я вас раз. Почему? А сейчас... Женщине было место. А что это значит? Я всегда вспоминаю Пушкина по этому поводу. Почему мы с таким презрением относимся к нашим женщинам, писал Пушкин в своих дневниках. Ведь они больше нас читают. Ведь они лучше знакомы с литературой, как мировой, так и с отечественной. Мы не имеем права... Мне кажется, Валерия как раз и говорит об этом презрении. Чтение книги было семейным делом. Огромная книга раскладывалась в семейном кругу, и все читали по очереди. Слух? Слух. И инициатором этого были женщины. Потому что они прекрасно понимали, что на них лежит мощная функция образования мужей и образования детей одновременно. Как воспитывались в Смойнов? Что делал Бецкий? Да, этот известный масон. Он собирался через женщин воспитать как раз вот эту среду образованности. Чтобы богатые аристократы женились на этих смолянках. И потом эти смолянки, этих богатых аристократов, смягчали нравы, воспитывали из них настоящих людей благородных. И детей их облагораживали. Через книгу. Мне кажется, Валерия о другом говорила. Когда имела в виду, что нет места женщине, где ей не было. Она уже имела в виду, что она родилась позже. Поэтому ей не было там места. Или что-то другое. А тебя, Валерия, там на руках носили с твоей любовью к ней? Не думаю. Конечно, меня бы носили там на руках, но в узкосемейном кругу. Да, я бы, наверное, из этого узкосемейного круга могла бы через своих детей транслировать свои прекрасные, представления о культуре и об искусстве. Но вряд ли я бы смогла стать и великой художницей. По этому поводу есть знаменитая статья Нохлина о том, почему нету великих художниц прошлого. Соответственно, она там описывает ситуацию, что женщины, они не допускались. Не в Академию художеств. Они не могли писать. Им было, женщинам, запрещено писать женскую обнаженную натуру в тот момент, когда мужчины ее могли писать. Это ты не писала статью о Баспазии? Дома, тем не менее. Твоя статья была о Баспазии, о художнице 17 века, которая, так сказать, проявила себя. Так если бы не феминистки, о ней бы никто и не вспомнил, если бы феминистки не могли начать все подряд свободно читать. Значит, были бы седем. Я правильно понимаю, Валерий, вы утверждаете, что диджитализация помогает женщинам реализоваться в тех... Шире. Шире, да. Диджитализация помогает реализоваться, собственно говоря, каждому. И художнику профессиональному, непрофессиональному, мужчине, женщине, ребенку дает возможность, доступ к аудитории, к ресурсам, к произведениям искусства, к образованию. Больше возможностей, больше выборов. То есть искусство превращается... Уходит из... Принципиально у меня возражение. Давайте, пожалуйста. Потому что я уверен, может быть, я выступлю сейчас каким-то ретроградом, но я этого не боюсь. Я уверен, что культура это всегда явление элитарно. Элитарно. Ну и кружи сейчас. Все могут купить в магазине? Но не все переварят. Но не все переварят. Давайте более общий вопрос тогда я вам задам. Как, по-вашему, цифровая эпоха влияет на развитие человека? Мы уже поняли, что происходит смерть читателя и уже смерть писателя давно произошла, хотя магазин Москва показывает там... Нет, вы понимаете, есть читатель и есть читатель. Я-то понимаю, читатель это тот, который считывает книгу не по установкам, не по привязанности к тем или иным актуальным социальным проблемам, а который читает под текст, то есть то, что в буквах и в словах не выражено. Именно под текст и богатство под текста читает настоящий читатель. Быть читателем это великое искусство. Прочитать серьезную книгу это колоссальная интеллектуальная работа. Пожалуйста, Джойс Улис. Это колоссальнейшая интеллектуальная работа, которая иногда больше, чем написать кандидатскую или докторскую диссертацию. Понимаете? И читатель это колоссальный труд. А сейчас читатель превращается, знаете, в ситуацию, которую великолепно сформулировал Салтыков-Щедрин. Писатель пописывает, читатель почитывает. Мы находимся в состоянии какого-то симулякра чтения, обмена информацией, а в голове чистота такая и легкость необыкновенная. А чтение у вас все-таки это основа развития человека. Это прежде всего колоссальный труд. Прочитать великую книгу это на самом деле переформатировать свою личность. Просто переформатировать. Вспомните знаменитую песенку Высоцкого. Кстати, переформатировать диджитал термин. Ну, конечно, терминология не уйдет. Вспомните знаменитую песенку Высоцкого. Книжки, которые мы читали, определяют нашу судьбу. Или, кажется, Бродский сказал, человек это продукт того, что он читал. Есть плюсы в том, как цифровая эпоха влияет на развитие человека, кроме доступности. Если мы говорим все-таки о развитии человека в целом, с большой какой-то перспективой, мне кажется, что здесь сразу приходит на ум постгуманизм. Нынче достаточно популярный. Давайте объясним, что это. Постгуманизм предполагает некоторые идеи того, как может существовать некоторый субъект создания после человека. То есть он может быть не антропосом, он может быть не человеком. Это может быть и искусственный интеллект, это может быть какое-то генномодифицированное создание. Но по этому поводу есть много размышлений и этических, и в рамках философии, и в рамках современного искусства, где, например, синтезируется человек и машина, человек и искусственный интеллект и так далее. И здесь я вот думаю про человека, всегда вспоминая знаменитый фильм Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея». И если припомнить, там всё начинается с огромного монолита, который в некоторое пространство попадает, и обезьяна, соприкасаясь с этим монолитом, получает некоторые инструменты, инструменты, которые потом, она используя, создаёт такую ситуацию эволюции, где много маскулинности, где много интенций к власти. На что-то похожее. Воля к власти. И мне кажется, что вот здесь, привлекая ещё философию Ницше, можно посмотреть на человека, как на такое валение к власти, которое всё время связано с подавлением, с доминированием, с культурой колонизаторской, с культурой преосвоения. И вот тут гуманисты задаются вопросом, а хорош ли вообще человек? Нужно ли сохранять эту культуру и это искусство, эти религии, которые дают нам возможность воевать, убивать друг друга, друг над другом доминировать? Не нужно ли отказаться от нашей человеческой природы в пользу следующей природы, эволюционной, которая будет радикально отличаться от нас? И в этой следующей, в этом следующем витке, соответственно, у нас будет и другая модель искусства, другая модель культуры, о которой мы сейчас ещё ничего не знаем, потому что мы находимся в своей парадигме. То есть виток неопределённый, да? Что там? Да, но предполагается, что можно отказаться от наших именно антропологических установок, а отказ от этих антропологических установок связан с отказом от культа вот этого старого, доброго искусства. Как говорил Малевич век тому назад, нужно сжечь музеи. Почему? Потому что они не дают нам возможности отказаться от своей культурной памяти, культурной идентичности и всех тех коннотаций, которые мы тянем за собою столетиями. То, что мы пытаемся сохранить, по идее, надо разрушить. Может быть, мы станем лучше? А? Ну, а если возвращаться к фильму «Космическая Одиссея 2001 года», вот мы опять, понимаете, утыкаемся в одно. Мы с Валерией являем разный принцип чтения. И вот я вам продемонстрирую в этой великой картине «Космическая Одиссея 2001 года» совершенно иное прочтение этого текста. Помните, там компьютерный разум воплощен в виде красного глаза дьявольского «компьютер Хелл», что в переводе означает «Ад». И куда приводит этот «компьютер Хелл»? Он убивает почти всю команду этого корабля, который летит куда-то на Марс. К этому самому знаменитому черному монолиту, который воплощен у нас в виде вот этого. Это и есть черный монолит Стива Джобса. Вот вам кубрик в кармане. Но посмотрите, какая вещь интересная. Завершается все последней десятиминуткой, которая называется «Обратная сторона бесконечности». Вот ради этих десяти или двадцати минут, точно не помню, делался весь трехчасовой фильм. И там путешествие происходит внутрь самого «Я», где человек оказывается внутри своего собственного психического пространства, выстроен, как какая-то классическая архитектура, где огромная капсула космическая умещается в каком-то кресле эпохи Людовика XIV и так далее. И вспомните, там происходит очень странное явление. Главный герой стареет до столетнего старца, и на краю его постели возникает космический эмбрион. Этот космический эмбрион, последние аккорды из знаменитой Рихарда Штрауса, так говорил Заратустра, и возникает огромный шар земной, и для этого космического эмбриона, рожденного из внутреннего я человека, а не компьютерного я, эта земля становится игрушкой, как для мальчика. И вот это самый главный акцент этой картины, потому что Стэнли Кубрик величайший гуманист, говорит о том, что мы не знаем своего собственного я, что у нас нейронные связи такого количества, что они превосходят даже количество звезд на нем. И эти нейронные связи возникают самым неожиданным образом. И поэтому отрицать человеческое я, это значит не признавать вот эту силу и величие наших нейронных связей, наших ассоциаций. Диджитализация и упрощение получается, по-вашему. И как раз эта эволюция героя в этом фильме происходит за счет того, что он соприкоснулся с Хэллом, с искусственным интеллектом. Он его уничтожил. И вот это становится диалектическим его становлением. Это следующий шаг. Сначала-то он соприкоснулся, вот о чем говорит Валерий. А потом он начал его уничтожать, когда понял, что этот Хэлл убивает всех его друзей. Он его начинает уничтожать. Он сейчас в том моменте, когда мы соприкасаемся, получается. Я думаю, безусловно. А может быть, потом и уничтожен. Может быть, и уничтожен. Или наоборот. Или наоборот. Вопрос. Может ли быть искусственный интеллект, о котором мы начали с вами уже говорить, может ли быть искусственный интеллект экспертом в области искусства? Нет. Потому что я говорю, любой стишок Мандельштама возьмите ласточкой. Я слово позабыл, что я хотел сказать. Слепая ласточка к себе в чертог вернется. На крыльях срезанных с прозрачными играть. Да? В беспамятстве ночная песня поется. Вот как вы это объясните? В какой алгоритм на это войдете? Там все строится на случайно возникших нейронных связях, которые называются еще ассоциациями. Но за каждой ассоциацией... Почему ласточка? А по ассоциации это знаменитое стихотворение Фета, у которого есть глубинная связь с его алогичной поэзией, с алогичной поэзией Осипа Эмильча Мандельштама. Это перекличка через 50-60 лет с предшественником. Это перекличка русской исключительно... Ну, не совсем русской, скажем так. На русской почве вот эта уже космополитическая вдруг неожиданно греческая культура, неожиданно еврейская культура, русская культура все переплетено, как это и бывает в богатом поэтическом сознании. И вы там никогда это не выведите в простой алгоритм. Никогда. А если искусственный интеллект все это проанализирует и создаст вам какое-то произведение, в котором вы, обладая этими кодами, можете увидеть все то, о чем вы говорите, вы сможете... Не будет ассоциативности, потому что искусственный интеллект все равно будет действовать по определенным алгоритмам, которые ему задали. А ассоциативность это всегда нарушение правил. Нарушение. Вот был такой великий итальянец и одновременно русский человек, потому что он говорил за 15 лет молекулярный состав человека меняется. Я в России прожил 50 лет, я русский. Бартини, изобретатель соответствующего крыла и прототип, кстати сказать, Воланда в романе «Мастер и Маргарита». Он делал такие открытия вплоть до невидимого самолета в 30-е годы. Он учитель Антонова, он учитель Королева, он кого только не учил и прочее. И вот этот вот Бартини задал очень интересный вопрос. Как мы будем делать самые скоростные самолеты, когда мы отстаем от Запада на энное количество лет, бесчисленное количество лет? И, кажется, Антонов в разговоре сказал ему, мы никогда их не догоним. И гениальное предложение Бартини. Правильно, если бежать по одной линии, а если поперек? Он предложил, вообще говоря, квантовую теорию времени, его, так называемый, мир Бартини. Его воспринимали как шизика, как сумасшедшего. Но при этом он еще общался с Булгаковым и вел и вел у него литературный кружок. И Булгаков так был восхищен Бартини, что включил в образ Воланда черты этого изобретателя, которого, когда держали в концентрационном лагере, он носил свой красный шар. плюя на все вообще запреты. И брошь еще была. Вот такой вот человечек. Потому что этот человечек жил по одной простой причине. А поперек он не умел чертить. Что это за конструктор, который не умеет чертить? Но он блестяще рисовал. И он рисовал такие вещи, которые потом разрабатывали, чертили целое КБ. Валерия, вы сталкивались с искусственным интеллектом, который становится экспертом в области искусства? Сейчас есть много разных таких затей, и мы не всегда можем отличить проведенные эксперименты, текст, который написал или картина искусственный интеллект или человек. И тут опять все перемещается, конечно, на роли реципиента, на роли читателя. А вы пробовали сами? Да, я пробовала сама. Вы участвовали в таком эксперименте? Я читала тексты, которые были написаны искусственным интеллектом. А знали вы об этом? Нет, я бы никогда не отличила. И тут, мне кажется, сразу проявляется наш антропоцентризм. Если нам говорить, что это написал человек, мы к этому определенным образом сразу начинаем относиться. Лера, дай я остановлю тебя. Но я хотела... Вот смотри, смотри, я беру известный рассказ в овраге Чехова. Село Уклюево было известно только тем, что в этом селе на свадьбе один дьячок всю икру съел. Его дергали, пытались остановить, а он ел, ел и ел. Что это? Вот это и есть по Бартини. А если поперек, чего к икре он привязался? Вот это и есть, как бы это сказать, шутка гения. Почему? Потому что про это село Уклюево, как про любое место в России под названием Мухосранск, больше ничего известно не будет. Только лишь то, что там на свадьбе какой-то дьячок всю икру съел. Он и есть колумб этого села. Он и есть памятник этому селу. Потому что он от голодухи, никогда не видя икры, съел на свадьбе какого-то купца всю икру. А прочитать вы это смогли благодаря технической революции, станку Гутенберга, которая произошла в 15 веке. И если бы не было технической... Гутенберг был мистической фигурой. Но тут другое. Тут другое. Кто-то, наверное, тоже возмущался, что книги начали печатать, а не писать от руки. Безусловно, и печать книг привела к чему? К реформации? Сгавр кроется в печатном листе. Вот-вот. А знаете, еще что говорили великие люди эпохи Гутенберга? «Истинная книга избегает печатного станка». А? Что вы думаете по этому поводу, Валерия? Поэтому теперь мы занимаемся цифрой, и чистый свет, чистый ток исходит из-под наших пальцев, потому что мы орудуем бинарным кодом. Мы все теперь живем в этой матрице в двоичной системе. И уже редко кто из нас и печатает, и еще реже пишет от руки. И по большому счету сейчас мы можем посмотреть на человека, оперирующего электричеством, оперирующего светом. Мне кажется, это великолепно. И если тоже смотреть на историю искусств через призму технологических именно революций, мы всегда увидим, что техника и технические изменения, они неотъемлемы от искусства, и искусство это всегда тот горизонт авангарда, который воспринимает новые технологии и пытается их определенным образом освоит. Так было и у греков, так было и во времена позднего средневековья, когда стали появляться линзы, когда стали появляться оптические приборы. Это нас приводит к ситуации рождения-возрождения, потому что происходит совершенно другое построение видения и опыта зрения. потом у нас соответственно... А как это работало? Расскажите вкратце. Ой, это длинная история. Во-первых, она была связана с огромным количеством морских путешествий, которые стали происходить в XIV веке активно, и для того, чтобы их собственно совершать, нужны были приборы технологические, визеры, которые далеко видят, подзорные трубы, визеры, и была задача создать продвинутую технику, продвинутую линзу, и стали делать линзы более хорошего качества. Все равно это такие были выпуклые, достаточно похожи на аквариум, но потом эта линза попадает к художникам, они начинают с ней экспериментировать, они начинают с нее смотреться, с нее писать, они начинают работать с этим визуальным незанабимым, включать пространство бытовое в свои картины. И для Яна Ванейка, художника оптической революции, это становится прям расцветом, он начинается создавать картины гиперреализма, например, вот знаменитый генский алтарь. Да, на уровне визуального высказывания такой практически фотографический реализм, за ним стоит символика, за ним стоит теология, которую мы можем сочетать, но именно развитие техники, развитие линзы помогло ему создать этот чудесный образ. И получается, что мы вот эту картину, этот чудесный образ передаем из поколения в поколение, и вот сейчас на этом этапе диджитализации мы теряем в качестве и не можем его в том виде, в котором художник его хотел сохранить. Я правильно понимаю? Так вот здесь задела очень важный вопрос, когда она сказала о Ванэбе, когда она сказала о художниках прошлого, которые использовали зеркала, линзы и так далее, но в связи с этим можно вспомнить и Вернеера, который использовал это уже доказательство, камеру sexual, но дело все в том, что Вернеер использовал камеру как в σкуро, когда он хотел передать определенный свет дня, определенный час, определенный день, в определенное время года, и занимался он, между прочим, использовал линзы, которые вытачивал великий Спиноза, философ, который занимался шлифовкой линз. И эту шлифовку линз воспринимала, вообще говоря, всю концепцию философии Спиноза. Даже камень может мыслить. И вот эта вот связь философа через линзу, мы не будем забывать, что техника 17 века, она вся была мистической. Техники относились иначе. Это были инопланетяне по отношению к нам. Это не компьютерная бездуховная техника. Это именно техника, осложненная человеческой философией, человеческим я. И для Вермеера вот эта деталировка была нужна только лишь для того, чтобы передать самое главное. Бог есть свет. И в каком оттенке воплощается Бог нам на экране. Так присутствует в моей картине Бог. А для этого я могу использовать линзу, которую отточил сам Спиноза. Кстати, эта линия сейчас продолжается при помощи современных технологий. Например, мы можем посмотреть инсталляции Тарла, которые работают с идеей цвета и света. Есть такой фильм. Вермеер Тима. Есть такой гениальный фильм. Его можно, так сказать, скачать и спокойно посмотреть. Ага, все-таки. И вот там показывают одного американца, богатого человека, миллионера и прочее, который решил по законам камеры обскура создать известную копию картины Вермеера. Называется она «Уроки музыки». Она висит только во дворце королевы Елизаветы. И больше никто не видит этой картины. И он решил ее, как вы говорите, популяризировать. И когда он начинает это делать, у него выходит, как будто это картина. Какая концовка у этого фильма? Вот этот Тим... Не рассказывайте, это спойлер. Говорит следующее. Нет, говорит следующее. Чего бы я ни делал, какая бы ни была техника, я никогда не уловлю то, что делает Вермеер. И Кирдык. А нужно ли? Нет, я считаю, что вот этот метафизический горизонт, вот эта вся трансценденция, она влечет за собой исключительно негативные последствия, желание присвоить ее себе, сказать, что только я могу создать великое произведение искусства, понимаю его, и в этот момент я имею прямую коммуникацию с высшим творением. И я считаю, что вот этот ход рассуждений, он всегда в человеческой культуре становится механизмом для вражды, для того, чтобы мы судили о том, что есть истинное искусство, а есть ложное искусство, что есть оригиналы, а есть симулякры. Мне кажется, намного продуктивнее представлять себе мир плоским, в котором есть возможность для существования всему и для принятия радикально другого. Для нас технологии, роботы, искусственный интеллект, это радикально другой по отношению к нам, потому что мы живые, из плоти и крови, у нас есть концепция души, духовности. Но что, если представить, что мы можем помыслить себе принятие другого? Если посмотреть на историю культуры, мы тоже видим, что с течением веков мы движемся к тому, чтобы то, что нам казалось чужим, варварским, враждебным, мы начинали принимать. И для меня цифровые технологии – это то, что ставит вопрос о природе, во-первых, человека, о том, что такое человек, когда человек – это человек, это его сознание, это его бессознательное, это его коллективные архетипы или субъективные. Но искусственный интеллект, он может быть совсем другим. И мне кажется, интересно попробовать помыслить нечто совершенно другое, отличное от нас. И художники, которые работают с технологиями и с цифровым пространством, они пытаются провести эту грань, заглянуть за эту черту, которая стоит за пределами человеческой природы. Не кажется ли вам, что, отрицая пользу этих цифровых технологий, Евгений Викторович, вы немножко становитесь жертвой предрассудков прошлого? Как будто бы задаю я вопрос от Валерии. Предрассудки – это традиция, а традиционность мышления, человек никогда от нее не откажется. Я могу привести пример, например, с арестателем. Сам принцип вы имеете, эту традиционность мышления. Да, поэтому мы все традиционные. Мы просто замену одной традиции вырабатываем другую традицию. Так это может быть неплохо? Нет, я хотел даже о другом сказать сейчас, вот отвечая на ваш вопрос. Никто не отрицает, что мы вступаем в эпоху нового средневековья. Об этом говорят книжки, об этом говорят многие бестселлеры. Ну, например, такой автор недавнего бестселлера, как Харрисон, у него книга называется «Второй сон», «Second sleep», где как раз вам разрабатывают тему, когда вдруг неожиданно в эпоху средневековья, вас погружают в эту эпоху средневековья, находят остатки айфона, остатки бутылки Кока-Колы, когда вот вся эта цивилизация, сверхтехнологичная, опять вернулась в это средневековье. И таких книг полно. А по какому принципу они определяют это как второе средневековье? Очень хорошо это описано у Умберто Эка. И он приводит вам все примеры возникновения нового средневековья. Послушайте, а разве вы сейчас не испытываете пандемию, на которой вообще, так сказать, грохнулось все средневековье? Послушайте, а разве вы не живете в изоляции? Послушайте, разве вас не изолировали? Вы спрашиваете меня, что такое новое средневековье? Послушайте, разве чума, черная смерть сейчас в виде вроде бы такого невинного вируса под названием ковид не пришла к нам? Послушайте, разве весь фейсбук не переполнил сообщением умер еще один, умер еще один, умер еще один? Послушайте, разве страх не владеет нами? Вот вам новое средневековье, первое его... По внутренним ощущениям человека, получается? А по всему меняется экономика. Мы еще не знаем, к чему это придет. Мы знаем, что наступил кризис, и мы не знаем, чем он нам грозит. А он многим грозит. Так же, как после черной чумы 1348 года люди не предполагали, что они вступили в совершенно иную эпоху. Есть альтернативный взгляд на концепцию нового средневековья. Он развивался в рамках экономических, в основном и политологических учений, связанных с этим. Вот посмотрим на мир 70-80-е годы. Что мы наблюдаем? Проблему глобализации, общей экономики, такого общества потребления, постфордизма, где все становится типовым, одинаковым, и все вам постоянно, собственно, продается в обществе консистенции. И здесь концепция нового средневековья стала, как некоторая утопическая надежда на борьбу с глобализационными процессами. Потому что, как в период нового средневековья у нас существовала определенная система государств, коммуникации между этими государствами, другой тип экономики, большее разнообразие политической власти. И новое средневековье, как концепция выхода из кризиса глобализационной культуры, где опять локальному, народному, региональному, внутри Европы, внутри мира начинает уделяться больше внимания. И да, мы можем сказать, что средневековье было какой-то такой эпохой, но средневековье было разное, разным периодом, там были разные течения. Собственно говоря, мы такие прекрасные, современные вышли из того средневековья, которое существовало долго, там развивались и университеты, сейчас на дворе болонский процесс, и университеты по ним существуют. Недаром это названо в честь первого университета, который открылся в Болонии, в Италии. Из развития искусств. Черная смерть, да, чума, страшное явление XIV века, к чему привело? К эпохе Возрождения, к тому, что у нас появляется Бокача, появляется Данте, появляются художники Возрождения. И, кстати, Черная смерть привела также к абсолютному изменению и в экономике Европы, где раньше все было сконцентрировано в руках тех самых элит, потому что культура принадлежала элитам. Элиты умерли в ходе черной чумы. И произошла, опять-таки, демократизация. Кто выжил, тому и досталось. И они стали развивать культуру и искусство. Поэтому я думаю, что, несмотря на то, что я занимаюсь изучением апокалиптерса и представлением о конце света, мне кажется, что каждый вызов, с которым сталкивается человечество, потом приводит к определенному уровню ответов. Ответов, несущих нечто новое нам. И, возвращаясь к нашей сегодняшней теме, цифровизация – это тоже тот самый вызов. И мы увидим с вами, к чему он приведет. Интересно. Вот такая у нас получилась дуэль, вроде без жертв. Слава богу. Слава богу, да. И еще раз напомню вам, друзья, что в гостях у нас были кандидат к культурологии, доцент РГГУ и основатель культурного центра «Пунктом», а также старший научный сотрудник Центра визуальных исследований средневековья и нового времени Валерия Косякова, и литературовед, публицист, переводчик, профессор кафедры теории и истории искусства Московского педагогического государственного университета, пока все верно, Евгений Викторович Жаринов. И закончить нашу дуэль я предлагаю вашим посланием, дорогие друзья, нашим зрителям, а точнее, я хотел бы так это сформулировать. В чем заключается главный посыл или послание искусства, старого искусства, современному цифровому обществу? И наоборот, современного цифрового общества, тому искусству, которое мы все знаем. Пожалуйста, кто готов первый? Я предлагаю нашим зрителям, в тот момент, когда будут сняты все ограничения, и пандемия пройдет, и жизнь вернется в свое русло, немедленно, первым делом сходить в музей, в настоящий физический музей, провести там побольше времени наедине с произведением искусства, посмотреть на него, почувствовать его, потому что все равно, несмотря на всю мою апологию цифровой культуры, мы не можем исключить себя из социального процесса, где есть жизнь здесь и сейчас, где есть материальный мир. Мы материальные. И мы должны учиться, мне кажется, любить и то, и другое. Ну, если исходить из концепции Ницше, что мир как текст, и все, что нас окружает, это текст, стало быть, чтение – это основной принцип жизни человека, раз он живет в этом мире подобным текстом. Я повторю фразу моего коллеги Игоря Волгина, его передачи «Граждись». Читайте и перечитывайте классики. Спасибо большое, друзья. До встречи на «Литературной дуэли». Субтитры создавал DimaTorzok «Литературной дуэли»